Здравствуйте! С вами Александр Галилов. Следуя результатам голосования в сообществе канала, на суд почтеннейшей публики выкатывается обратное дискретное преобразование Фурье. О том, что такое преобразование Фурье, вы можете посмотреть видео на моем канале по ссылке сверху и в описании к этому ролику. Википедично дискретное преобразование Фурье в виде синусов и косинусов записывается следующим образом. А в показательной форме вот так. Обе формы эквивалентны друг другу и получаются при помощи формулы Эйлера. Для расчетов нам удобнее использовать вариант с косинусом и синусом. n большое – это количество отсчетов во входном сигнале. k обозначает номер гармоники в исходном сигнале. Этот номер может принимать значение от 0 до n-1. Здесь используются константы. π – это известная вам со школы 3,14 и так далее. Константа Е равна примерно 2.72 и так далее. И константа И, которая часто имеет обозначение G. Называется мнимая единица. Особенность этой константы в том, что ее квадрат равен минус единице. А сама И равна квадратному корню из минус единицы. Это странное число почти не встречается в жизни не математика. И даже программисты редко имеют дело с мнимой единицей. Спросите у любого фронтендера. Но математики находят эту штуку забавной и бывают удивлены, когда кто-то не понимает таких простых вещей. Давайте утрем им нос. Когда-то давно математики встали перед неразрешимой задачей вычислением квадратного корня из минус единицы. Чтобы не парить себе мозг, они обозвали то, что там получается, буквой И. Ведь никакого привычного действительного числа для этого не существует. И вот с тех пор они используют такие числа, которые назвали комплексными. Потому что это комплекс из действительной части, обыкновенного действительного числа, и мнимой части, корни из минус единицы, умноженного на действительное число. Вот пример комплексного числа. И вот то же самое, только вместо И мнимую единицу обозначили как G. Если комплексные числа можно расположить на числовой прямой, обозначить начало отсчета числом 0, и по одну сторону от 0 расположить возрастающие положительные значения, а по другую – убывающие отрицательные величины, то комплексные числа легко представить в виде точек на плоскости, где по горизонтальной оси откладываются действительные части комплексного числа, а по вертикальной оси – мнимые части. Вот и весь секрет. Комплексные числа можно складывать, делить, умножать, получать модуль. Это умное слово обозначает расстояние от начала координат до точки, представленной комплексным числом. Аргумент – это угол между горизонтальной осью координат и отрезком, прочерченным от начала координат до точки комплексного числа. И разное другое. Чтобы сложить комплексные числа, нужно отдельно сложить их действительные части и отдельно мнимые. Умножение и деление комплексных чисел выполняется по тем же правилам, что и для алгебраических двучленов. Давайте посчитаем произведение двух комплексных чисел. Раскроем скобки. Учтем, что i в квадрате дает минус единицу. Кстати, если перед i у нас множитель 0, то такое комплексное число ничем не отличается от действительного числа. Теперь мы во всеоружии и готовы дискретно фурье преобразовывать все подряд. Но сначала напишем функции прямого и обратного преобразования, используя самый простой подход к их реализации. Для этого я запускаю оболочку idle. Это часть дистрибутива Python, на котором можно написать почти все. Глядя на формулу прямого преобразования, записываю нужные действия. Комплексное число представляется в виде кортежа, состоящего из пары, действительная часть и мнимая часть. Мы получили функцию для прямого дискретного преобразования фурье. На вход подаем список комплексных отсчетов сигнала и номер гармоники, а на выходе получаем комплексную величину указанной гармоники. Слово «отсчет» обозначает мгновенную величину входного сигнала или значение какой-то функции в определенный момент времени. Применительно к оцифрованным сигналам также используется слово «сэмпл», которое обозначает отсчет, получаемый с определенным периодом. Например, частота получения отсчетов с аудиокомпакт-диска составляет 44100 сэмплов в секунду для каждого стереоканала. Формула для обратного преобразования выглядит очень похожа. Множитель единицы, деленный на n, может стоять возле прямого либо возле обратного преобразования. Иногда используют множитель единицы, деленный на корень из n, и пишут его в обоих формулах. Питонирую функцию для обратного дискретного преобразования Фурье. Здесь на вход мы подаем спектр, состоящий из комплексных величин гармоник и номер отсчета сигнала, который нужно вычислить из спектральных данных. На выходе у нас получается комплексная величина указанного отсчета. Настало время испытать наши функции. Создаю список и заполняю его тысячей отсчетов с действительными значениями синуса с разными частотами и фазами. Поскольку отсчеты должны быть комплексными числами, представляю их в программе в виде кортежей с нулевой мнимой частью. Отобразить график этого входного сигнала можно средствами Python. Вот так он выглядит. Передадим полученный список отсчетов в функцию дискретного преобразования Фурье. Сейчас перед нами тысяча гармоник, образующих спектр входного сигнала. Гармоник столько же, сколько было отсчетов на входе в дискретное преобразование Фурье. Вот так выглядит график действительных частей гармоник. Отчетливо заметна симметрия относительно вертикальной оси. А вот так на графике отображаются мнимые части гармоник. Здесь мы тоже видим симметрию, но зеркальную. Такая картина спектра характерна для функций, значения которых являются действительными числами. Что как раз и есть наш случай, ведь мы явным образом занулили мнимую часть отсчетов. Частоты, соответствующие гармоникам второй половины спектра, считаются отрицательными. Соответствующие гармоники удобно нумеровать по убыванию справа. Крайняя правая гармоника, в нашем случае 999-я, становится минус первой. 998-я гармоника обозначается как минус вторая и так далее. Питон позволяет именно так обращаться к элементам списка, что очень удобно. Нулевая гармоника, отвечающая за постоянную составляющую сигнала, так нулевой и остается, и у нее нет симметричного элемента. Библиотека NumPy предоставляет функцию FFT-Frag, которая выдает соответствие частот и номеров гармоник по заданному количеству отчетов в сигнале и периоду дискретизации. Например, если у нас есть 20 отчетов сигнала, и эти отчеты сформированы с частотой 10 Гц, то есть период между соседними отчетами равен 0,1 секунды, то гармоники в преобразовании Фурье будут соответствовать следующим частотам. Видно, что нулевая гармоника соответствует частоте 0 Гц. Это всегда так. Вторая гармоника в данном случае соответствует частоте 1 Гц, а десятая гармоника частоте 5 Гц. Можно рассматривать массив частот, выданный функцией FFT-Frag, используя отрицательные индексы. Например, третья гармоника соответствует частоте 1,5 Гц, а минус третья частоте минус 1,5 Гц. Аналогично для первой и минус первой гармоник, получаем 0,5 и минус 0,5 Гц. О том, как рассчитать номер гармоники по частоте и частоту по номеру гармоники, я расскажу чуть позже. Кстати, дискретное преобразование Фурье для действительных отсчетов можно написать проще, чем получилось для комплексных отсчетов. Вот соответствующий код. Если использовать эту функцию, то мы получим такой же спектр. Проверяем и убеждаемся. Наконец-то мы добрались до обратного преобразования. Я использую только что написанную реализацию. На вход подаю список с комплексными гармониками, а выход отображаю в виде графика, построенного при помощи библиотеки Matplotlib. Запускаем и сравниваем графики. Выглядят все так же, как было в начале. Обратное преобразование работает. Гораздо более быстрой реализации прямого и обратного преобразования Фурье есть в библиотеке NumPy. Импортирую модуль NumPy и пробую использовать библиотечную функцию. Разложим в спектр целую аудиозапись. Для этого импортируем модуль Wave и загрузим данные из аудиофайла. Он содержит монофоническую запись в формате 16 бит или 2 байта на сэмпл – 22050 выборок в секунду. Открываем Wave файл в режиме чтения и, используя специальную вспомогательную функцию FrameBytesToSample, в цикле преобразуем 16-битные сэмплы в целые значения со знаком. Диапазон этих значений от минус 32768 до плюс 32767. Собираем результаты в список. Отображаем график сигнала с помощью библиотеки Matplotlib. Испортим аудиозапись, добавив посторонний гармонический сигнал, например, на частоте 5000 Гц. Длина одного периода такого сигнала вычисляется как частота сэмплирования, здесь она 22050 сэмплов в секунду, деленная на частоту нужного сигнала, который, как я только что сказал, составляет 5000 Гц. Амплитуду поставим такой, чтобы это точно было слышно, например, 10000. В итоге получается вот такой цикл. Сохраним измененные данные в отдельный Wave файл. Для преобразования целых значений обратно в 2-байтовые сэмплы я сделал функцию SampleToFrameBytes. Послушаем, что получилось, и убедимся, что всю аудиозапись сопровождает совершенно лишний здесь писк. О, сколько нам открытий чудных, готовят просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадокса вдруг, и случай, Бог изобретатель. Теперь напитонируем код, чтобы удалить этот писк. Загружаем испорченный файл. Делаем прямое дискретное преобразование фурье. Кстати, функция FFT из NumPy замечательно работает со списками действительных значений. Смотрим спектр на графике. Можно заметить специфический пик. Чтобы вычислить номер гармоники для заданной частоты, нужно представить себе, что первая гармоника соответствует периоду колебаний, равному длине всего сигнала в секундах. Вторая гармоника имеет период в два раза меньше, чем у первой. Период третьей гармоники в три раза меньше, чем у первой. И так далее. Сам же период первой гармоники равен количеству отсчетов или сэмплов в сигнале, деленному на скорость сэмплирования. Скорость сэмплирования – это то же самое, что частота сэмплирования или частота дискретизации. Соответствующая гармонике частота равна единице, деленной на период. Максимальная частота гармоники равна половине частоты дискретизации. Другими словами, из тысячи гармоник действительного сигнала длиной тысячи отсчетов полезной информации содержится только в половине гармоник, а вторая половина содержит те же самые данные, только отраженные относительно действительной оси. На нашем рисунке она горизонтальная. Для комплексного сигнала максимальная частота гармоники также ограничена половиной частоты дискретизации, но значения гармоник в области отрицательных частот не обладают такой же симметрией по отношению к соответствующим значениям гармоник в области положительных частот. В нашем конкретном случае файл содержит 762863 сэмпла, а частота сэмплирования для него составляет 22050 сэмплов в секунду. Значит, период первой гармоники будет примерно 34,6 секунды. Если нам нужно внести изменения в гармонику соответствующую частоте 5000 Гц, то сначала вычисляем ее номер. Для этого 5000 умножим на 34,6 и получим номер гармоники округленно 172985. На самом деле полученная величина дробная, что означает растекание этой частоты по соседним гармоникам, и для внесения корректив на частоте 5000 Гц мы должны затронуть несколько соседних гармоник. Пишу код, который просто обнуляет гармоники вокруг 5000 Гц. Не забываю про отрицательную область частот. Для расчета номеров соответствующих гармоник я сделал функцию FragToIndex. Обратное дискретное преобразование Fourier при помощи функции IFFT из библиотеки NumPy дает нам нужный сигнал. Записываю полученный сигнал в вейв-файл. О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещение дух И опыт сын ошибок трудных И гений парадокса вдруг И случай Бог изобретатель При прослушивании можно заметить остаточный писк в самом начале и конце записи. Это связано с тем, что я просто обнулил часть спектра, а не восстановил его. Это исказило итоговую амплитуду и фазу сигнала и создало вот такие дополнительные шумы. Если это видео вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи!